привет дорогие друзья сегодня в гостях замечательные ребята сергей тренер школы современного цигуна и элен который тоже фитнес-тренер скорости цигуна но я упростил это просто для меня сложно звучит это значит цигун царь и фитнес царь да я чай а я чайный император так будет проще кстати про императоров в китае в древнем китае чайный мастер ценился выше мастера боевых искусств потому что если он правильно делал свою работу кто император договаривались и собственно участие военного мастера не требовалось и кому на расходов это существенная да и людей ресурсов и так далее поэтому чайное искусство очень высоко ценилось и до сих пор ценится в китае вот расскажи как чайная церемония вообще чьи и взаимодействие с людьми через чай она помогает для переговоров для коммуникации для выстраивания вообще атмосферы между императорами коллективами и странами ну слушай вот мы даже как познакомились помнишь вот зашли ко мне с друзьями да вот просто пили чай и и сразу вот как то вот оно все как то по-другому идет то есть ты как то вот уже вот ну ты концентрируешься ты расслабляешься во первых да и ты как бы настроен на какой-то позитивный такой конструктивный лад скажем так чай же он мне кажется у нее такой очень важный аспект в чай это что ты концентрируешься и ты при этом расслаблен хотя расслабленная концентрация то есть расслабленное тело и собранный ум и вот это мне кажется довольно важно во время как раз серьезных каких-то разговоров или серьезных каких-то принятие решения если ты например будешь слишком расслаблен да там как бы умом скажем так как стойки не будешь собран нату ты можешь про это глупость ты можешь на какую-то эмоционально такой импульсивное решение про нее до пропустить сюда пропустить что-то то есть ты концентрирован ты знаешь что вы целя ты знаешь что тебе нужно да ты как бы не совсем там улетел куда-то в космос но при этом ты не напряжен вот так вот ты не находитесь в ком-то то есть вот это вот гармония чая, она, кажется, вот в этом и есть, то, что ты как-то сбалансирован. Мне кажется, самое правильное слово, то, что дает чай. Он дает не только, скорее даже не бодрость, а именно этот баланс, когда ты собран, ты спокоен, и ты можешь принять правильное решение, и ты расположен к собеседнику, что тоже очень важно. И чайный мастер, его как раз задача, его такой даже может быть челлендж, именно создать такую атмосферу за чайным столом, чтобы все участники действия, они чувствовали, что они не только гости этого мастера, да, но они-то причастны, и как бы он их немного объединяет за этим столом, да, то есть вот как вы, например, проведете свои семинары, да, вот вы собираете всех участников в какой-то едином потоке, да, то есть единое какое-то, вот это же тоже, по сути, как и боевое искусство, и чай, это все единое какое-то, знаешь, мне кажется, поле взаимодействия, когда ты создаешь за чайным столом тоже некую магию, некое такое пространство, да, то есть... Невидимый ритуал. Да. Это очень напоминает мне состояние в действительности после практик ЦИГУН, когда я называю это центрирование и присутствие, алертность, я в целом расслаблен, но всякий раз готов совершить действия и готов воспринять информацию извне и осуществить правильную реакцию, и что я заметил в ЦИГУН и в чайной практике, этот процесс создает некую буфер, энергетический буфер, запас, который позволяет мне воспринять сигнал и его более правильно обработать и осуществить осознанную реакцию, осознанное действие. Не реактивное, импульсивное, а осознанное. А при проведении переговоров это является важнейшим аспектом. Ну да, взвешенность. Еще многим, кстати, сейчас, так как из-за того, что знаешь, очень часто термин осознанность его немножко так подознасиловали, мне нравится, мне не то, что ну и стало от этого хуже, да, но просто очень часто люди, кто занимаются отчасти такой полупорфанацией, да, вот это вот, они тоже называют осознанность, да. Это ничего не… Можно сказать осознать. Да. Мне нравится тема включенность. Включенность. Ты как бы включен, по сути, то, что ты говорил, да, вот это вот такая концентрация, да, внимание, внимательность и включенность. И вот эта вот внимательность и включенность находит тебя вот в моменте, сейчас, ты не думаешь о чем-то там другом, то есть ты как бы концентрируешься на текущем. Особенно, когда ты ведешь переговоры, часто, сейчас, особенно все эти гаджеты, все вот это вот там все вечно в телефонах там что-то там делают. Мы тоже такие, что, куда деваться, да, но во время чайпития никто в телефоне не сидит. Вот у тебя занята рука пиалой, у тебя заняты уши, может быть, тем, что рассказывает мастер и, собственно, тем, что рассказывает твой гость, да, там, и, соответственно, ты слушаешь, ты включен, ты как бы не просто там вот где-то в своем мире летаешь. И ароматом чая, и его вкусом, и тем состоянием, которое он приносит. И мне еще нравится, как и у тебя на канале я видел, чайный мастер рассказывает про чай, а вот здесь сливовая нотка с нем легкой тыквенной дымкой. Да. И вот эта вот образность, она дает, конечно, невероятные картины внутри воображения и включает в процесс. Да, такая эстетика своего рода. То есть ты вот, на самом деле, чайное действо… Такой чайный эрос. Да. Оно в нем очень много граней. И, на самом деле, по-хорошему, вот мастер… Кто такой мастер? Он создает вот некую эту игру за чайной доской, да. Он как бы постоянно интерпретирует и преломляет какой-то свой личный, может быть, опыт и понимание чая, и вообще общее жизненное понимание. Потому что вообще, если мы возьмем не только китайскую, например, про японскую церемонию, да, где, как бы, мастерство и вот это вот чадао, да, вот именно чадо японское, это вообще очень глубокая такая вот практика, которая, ну, требует очень много внимания к деталям, где, может быть, даже нет много разговоров во время этого. То есть это получается такое, знаешь, вот, соотточенное именно церемониальное действие со своими вот такими, можно сказать, restrictions даже, да, со своими, то есть, регламентированность. То есть я положу сюда полотенчика, я, там, взял чашу так, я сижу прямо, я, там, презентовал это таким образом своим гостям, и, как бы, то есть это вот некая регламентивность. В чайной же традиции, именно китайской, это все немножко, знаешь, более такой флюид, что ли. То есть там, с одной стороны, да, безусловно, есть своего рода школы, есть какие-то отдельные направления среди, вот, именно, ну, скажем так, почитателей чайной культуры, которые по-разному интерпретируют вообще внешний даже образ чайного действа, там, чайные комнаты как-то должно выглядеть, и разное содержание, то есть, потому что, если посмотреть на народные чайные, да, где-нибудь, там, в Юнане, там, в Гуиджоу, в Сычуане, это часто просто вот люди собираются и разговаривают, они, это коммуникация, как раз, о чем мы говорим, да, то есть это люди постоянно в потоке таком вот, какой-то жизнь, там, там они даже могут курить, какие-то семечки есть, но все равно они с чаем, понимаешь. Это не на самом деле может говорить и про марокканский чайный, и про турецкий чайный, и про другие, даже про парадскую культуру, про европейскую, то есть, это не обязательно именно азиатская культура, но азиаты, они очень глубоко это прочувствовали. Они вот эти вот нюансы и микро вот эти вот такой тюнинг, особенно, если говорить про цельную составляющую, они сделали, я считаю, вообще идеально. И вот тут как раз интересный момент, то, что, если говорить про то, почему там правители, да, принимали решение, закрывали все чайные во время смут. Люди слишком много думали. Во время чего? Смут всяких. То есть, государственный переворот или там что-то там такое, вот, например, в Китае после эволюции тоже были чайные. Ну, не знаю, что под запретом, но под таким, скажем, не очень одобрялись, потому что люди собираются, начинают толковать. Осмыслять происходящее. Осмыслять происходящее. Слишком много чего-то думаешь. Что-то думают такое, да? Вот. И поэтому, да. Слава богу, современные правители… И появлялись подпольные чайные, получается? Да. То есть, черный-серый чайный рынок. Да. Например, в Тайване есть даже отдельные, не хочу называть их, чайные дома, но есть отдельные чайные дома, которые, например, известны именно тем, что во время, значит, гомендана, когда вот гомендант, тоже довольно авторитарный был гомендант, хоть он и ушел, как бы он боролся с коммунистами на материке, а потом он ушел, значит, на непосредственно уже Тайвань и там другие некоторые регионы. Например, здесь на севере Тайланда тоже есть гоменданцы, кто-то говорит, недобитые гоменданцы, кто смог уйти. Вот. И, собственно, они тоже, с ними тоже потом начали на Тайване бороться, то есть появилась другая партия. И вот как раз вот это вот становление, скажем, такого более свободного Тайваня с разными партиями, с разными какими-то там политическими структурами, чайные сыграли очень большую роль. То есть люди приходили и общались, и там создавались какие-то дискутивные клубы, дискуссионные, да, то есть еще что-то. То есть это все было вот такой вот очень живой поток. И поэтому вот эта коммуникация и чай – это прям вот вин-вин. То есть вот такой уникальный коммуникативный фреймворк за чайной доской. То есть ты вот создаешь себе этот ритуал именно за счет состояния чайного и за счет бодрости, за счет вот этого вот включенности – это идеальная просто коммуникация. То есть вот я редко вижу, чтобы за чайным столом вот был какой-то негатив коммуникативный. То есть как бы, как правило, все вот очень на каком-то вот вайбе добром. Это вообще очень сильно напоминает то, о чем мы говорим с Сергеем на ретритах, конкретно о ретрите, который был на Мальдивах, в Синянии Лоноса. Мы там говорим про такие аспекты мужского и женского, как анимус и анима. И вот я сейчас увидела, что в процессе чайный мастер, в процессе этой церемонии, он как центр, который занят конкретным действием. И все вокруг сидящие, они того, что он центрирован своим действием, включен, внимательно, сфокусирован. Это всех притягивает, это создает некий магнетизм. То есть, как бы, такое некое мужское начинает увлекать за собой некое вот такое, в самом деле, пространство, то есть, людей. То есть, собственно, их внимание. Поэтому можно, по сути, очень внимательно тебя слушать и при этом не отрывать глаз от того, как ты все это переливаешь, заливаешь. И тут я уже смотрю, моя пустая чашечка, она уже полная чая. Да-да-да, незаметно наполняется. На самом деле, это еще, скажем, такой отдельный гунфу мастера. Никогда не видеть пустой пиалы. Здесь такие традиции. Ну, то есть, на самом деле, вот этот такой стиль, там, называется гань-пау, условно, тайваньский такой вид заваривания, это сухое заваривание. Когда у тебя нет чабани, там, это вот, да, подносик, это просто вот на полотенчике, какой-то тряпочке, там, бамбуке, завариваешь чай. Нет каких-то особых правил. Но вот интересно то, что именно часто на чайной, даже те, когда заваривают, если закончил пить чай, ты ставишь вот так пиалочку. Оп, все, мастер не наполняет. Но когда ты видишь пустую пиалу, это, знаешь, такое, отслеживание пустых пиал постоянно. Ну, сейчас у нас немного, когда у нас, знаешь, там, 10 сидит, и такой постоянно оп-оп-оп, ага, этому, этому так, да-да-да-да-да. Ну, я часто провожу такие, знаешь, большие дегустации, там, бывает и 50, и больше человек. Когда там, ну, там я уже отправляю, скажем так, в народ, такой, гундау-бейс, отцу справедливости, и там гости сами себе наливают чай, потому что самому, ну, либо там, может быть, помощница у меня, ассистентке, кто заваривает. Но мне вот на самом деле, вот сколько лет я это делаю, там, понятно, бизнес, на все дела, но вот это у меня самое любимое занятие вообще. То есть ты без ассистента работаешь? В основном, да. То есть если я завариваю, бывает, что со мной кто-то рядом сидит, просто если очень много людей, там, больше 80 человек, ну, либо там 50, там, 60, там тоже, ну, можно, желательно, нет второго мастера. Но, в принципе, было так, что я и на 75 человек один заваривал вообще. То есть у меня больше чайник, большой чайник, я быстро проливаю, у меня всегда готовится кипяток, все это подносится, и ты, как бы, в таком потоке. Вот, кстати, тут прикольный придумал термин, тут Сесиль, местная тоже, панганская дива, такая вот леди, она говорит, значит, тиджей, тиджейнг, то есть я диджей, а тут тиджей, то есть... Ааа, тиджей. Дело в том, что я там, было тоже у нее около 10 гостей, я заваривал разный чай, разные чай, то есть такую некую презентацию делал, и менял чай, и они были очень разные, и ты, когда ты, знаешь, когда ты, как бы, как диджей, там, делать нагнетание, нагнетает атмосферу по-моему, еще треков там каких-то, так же и мастер уже тоже играет настроением собеседника. То есть, на самом деле, почему, да, ты же, возвращаясь к самому первому вопросу, да, вот, интересно, про императора, то, что, получается, мастер, он должен еще и осознавать, насколько важная ситуация. То есть, не просто, типа, знаешь, такой, пригласили мастера, и он такой там сидит, что-то заваривает, да, а тут вдруг неожиданно судьбы мира решились. В идеале, наверное, я не знаю, насколько это было, но я думаю, что придворные чайные мастера, это были непростые люди, это были люди, которые реально понимали, которые были образованы, как во всем, если говорить про древний Китай, то там, в общем-то, и чиновнические, знаешь, эти все курсы. Мастерами дзен, они были, они изучали очень и боевое искусство, и цигун очень активно. Катографию, стихосложение, то есть музыку, это все, что входит в такие столпы китайской культуры, то есть, если ты даже чиновник, каждый чиновник должен быть образованным. А еще мне в чайной церемонии очень нравятся вот эти вот паузы. Они такие наполненные, насыщенные, когда можно насытиться вкусом беседы, ароматом чая и содержанием людей за столом в круге. И также я называю в цигунах это неделание или недействие. Когда мы делаем формы, мы находимся в неком состоянии, мы отслеживаем, как энергия течет через тело, но иногда наступает момент, когда хочется просто понаблюдать и постоять, понаблюдать свое тело. Вот если ты сейчас смотришь, например, это видео, в каком состоянии, в каком положении тела ты смотришь это? Может быть вот так или лежишь, но попробуй следующую остальную часть интервью и посмотреть с прямой спиной. Да, побудь со своим дыханием. И это три внимания, которые мы обращаем внимание, с чего мы начинаем любую практику цигун. Это три внимания. Первое внимание на теле, положение тела, прямой остов, прямой стержень, вокруг которого все центрируется. Второе внимание на дыхании, на естественном дыхании. Мы мягко наблюдаем, как вдох переходит в выдох, а выдох переходит во вдох. И третье внимание на состояние ума. Ум спокойный, умиротворенный, расслабленный. И вот теперь с этой включенностью смотри, что будет происходить дальше. И внутри себя ты можешь даже задать вопрос, который сейчас наиболее важен. Потому что здесь происходит некий процесс, который, будучи соединенным с тобой, с твоим состоянием, может дать ответы внезапно. Как происходит что-то на внутреннем экране. Не пытайся их осознать, увидеть или понять, а просто наблюдая за собой. И чай, он меняет состояние вкушающих его. И это видно даже и через экран, и через вживую еще больше. И внезапно это дает некие ответы. И вот расскажи, как мы сейчас чай пьем. Сейчас пьем чай у чая. Попросил ты меня, собственно, это сделать. Потому что сегодня была такая бессонная ночь. И восхождение ранее утром на самую высокую вершину. Да-да-да, в 4.30. А еще у нас было вообще забавно. Мы с ребятами познакомились недавно, буквально пару недель назад. Друг привел. Заобщались, так понял, что есть какая-то самая синхронизация. Я говорю, ну, слушай, ребят, давайте мы там думаем классное видео снять. Давайте снимем что-нибудь. И я считаю, Лен пишет, так, ну, а давай в 4.30 встретимся, значит, и пойдем. На самую верхнюю точку острова, да, значит, и там снимем чайпитие там сделаем. Чай попьем, погуляем под горам. На что я, собственно, не жду, что... Кто-то ответит, да. Имея три свободных дня на Пангане, потом улетая. Да, Сергей ответит, да, конечно. Нормально. Я говорю, да, я возьму с собой аппаратуру, возьму с собой чай. И приходит Сергей, значит, с гигантским рюкзаком, с тремя камерами, дроном, два штатива. И мы понимаем, что вот компания у нас... И всю ночь мы, ну, по ночи, только к рассвету мы поднимаемся на самую верхнюю точку. И вот это видео, посмотрите обязательно эти ролики, это они очень красивые. И, кстати, поэтому пьем чао-ча. Поэтому пьем чао-ча, да. И он очень... Почитайте про чао-ча, кстати, и мой чай, он особенно хорош. Я его пью уже второй раз, и уже счастливый обладатель этого волшебного пакетика. Да, волшебный пакетик, да. Он такой, знаешь, вот чай, он с одной стороны, люди, кто только-только его первый раз пробуют, а честно, что такое терпчина такая мощная дается. На самом деле, интересно то, что север Гуандуна, вот именно там люди все пьют очень крепкий чай. Но это какая-то традиция местная китайская. Причем, что китайцы в основном любят чай мягкий, зеленый, белый чай, прям зеленый номер один в Китае вообще в популярности. Но вот именно Гуандун, это такая, знаешь, страна диких людей. То есть как бы, ну, в хорошем смысле, да. То есть север провинции, там они вот пьют, значит, чао-джоу-ча, то есть так называемый, там, фэн-хуан-дон-сун, разные виды дон-сунов, лунов из фэн-хуана, потом вот эти вот чао-ча, 8 часов прожаренный лун. То есть 8 часов на маленькой температуре. Это, конечно, да. И он просто дико насыщенный. То есть в нем очень много кофеина и теина, и всего на свете. Ну, в принципе, одно и то же. И он очень бодрящий, но при этом еще и вот не совсем по-тупому бодрящий, как вы чувствуете. То есть вот такой вот. Да, он очень заглубляющий такой, я бы сказал, очень. То есть перед сном ты бы его не рекомендовал пить? Да даже. Но-го. Да, да, да. Прием закончится. Да. Вообще, я так и сказал по поводу пауз, очень интересное наблюдение. Я много говорю обычно, но вот сложно, знаешь, вот ты снимаешь видео, и просто молчать на видео, ну, как это странно. И я только думал, так. У меня половина медитации так проходит, и говорят, что это самые вкусные моменты. Да. То есть... Умение молчать. Я занимался у одного мастера ораторского искусства, и он поделился очень такой вкусной мыслью, что талант оратора – это создать такую тишину в конце коммуникации, что каждый поймет то, что важно ему. Ого! Как хорошо. То есть вот привести, возбудить, дать пространство и выпустить. Очень правильно. И вот в этом свободном пространстве что-то приходит. И вот такие паузы как раз и создают такое внутреннее глубокое глубинное переживание. Я обещал, что мы будем заглубляться. Это благодаря твоей прямой спине. Так что будь прямой спине. Так, так, так. У меня, я только не заглубился. Я держу. Ты чайный мастер, тебе можно всяк. Ну, чайный мастер, правильный чайный мастер, он держит прямую спину. Первую встречу познавший Дао, немножечко от него зайти. Ну да, 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 кстати, да, вот эта тема интересная. Это что, да, вот именно на тему экспериментов в чае часто же тоже спрашивают, как правильно завари, там, как вот то, как правильно. А с чем чайный? Вот, наверное, и с цигуном же так, все-таки правильно сначала постичь, прям вообще базу. То есть вот прям вот базу, классику, как надо, и какие-то вот экспериментальные техники, да, уже вот после откидут. Мало того, я даже первый год практики не рекомендую читать книжки по цигун. В целом можно, допустим, прочитать книжки по чаю, и вот такая прекрасная книга. Ну, и можно долго про это разговаривать, но это станет понятно только тому, кто вкушал это самостоятельно. Тогда этот язык станет понятным, тогда это будет иметь образность, ощущение внутри. Если же этого ощущения нет, то это будет просто некая информация, которой перегружен мозг. А цигун, он обладает силой разгрузить мозг и принести в тело. И практика начинается, просто выберите того мастера, который вам откликается, с которым чувствуете коннект, соединение, чтобы просто делать то, что он показывает, то, что он говорит. Дыхание, движение, упражнение, можно сделать там базовую разминку. И когда в теле пойдут ощущения, выучить несколько форм, если брать мой цигун, то цигун пяти зверей, птица первая форма, здесь есть видео, то начнет появляться внутри некое персональное знание. И когда это персональное знание достигает некой глубины, то тогда можно уже практиковать то, что называю фристайл или свободный цигун, когда мы отпускаем тело, возбудив его, включив его, и отпуская уже, и тогда внутренний мастер, он уже ведет. Тогда ведет сама ци. И вот в этом одна из целей, на мой взгляд, современного цигуна. То есть в древности ученики занимались тем, что по нескольку часов в день, от 6 до 8 часов, медитировали, практиковали цигун с тем, чтобы изучить полностью все это знание и так далее. Сейчас не у каждого человека, если ему сказать, что ты знаешь, да, у тебя будет все хорошо, только практикуй 6 часов цигун. Он скажет, ага, спасибо, я пошел дальше. 10 лет. Да, 10 лет, да. Я пошел дальше. То есть сейчас важно давать какие-то инструменты, которые прямо здесь и сейчас дадут включенность. Времена другие, надо сказать. Сейчас все-таки вот скорости жизни в целом изменились, и мысли со всем прям традиционными вот такими вот парадигмами уже немного, ну, не своевременно, можно даже так сказать. И поэтому из традиционных стилей я выявлял вот что же на самом деле включат прямо здесь и сейчас, чтобы создать вот это вот ощущение, дать ценность прямо сейчас. Кроме трех вниманий, сейчас, например, вспомним точку лао гун, которая включает ладони. И вот лао гун, точка на ладони обнаруживается следующим образом. Мы средний палец подгибаем и прожимаем ее 8 раз, нажимая. Раз, два, три, четыре. Вместе с нами. Пять, шесть, семь, восемь. Или разноименно, начиная с левой руки, мы прожимаем вкручивающим движением большим пальцем 8 раз и выкручивающим движением 8 раз. И вот таким образом активированная, включенная левая ладонь, она снимает напряжение, успокаивает, ингибирует процессы. Включенная таким образом правая ладонь наполняет энергией, насыщает и наполняет. Если вы вспомните некие картины, статуи, то там часто сидят в такой форме. Принимают энергию, отдают. Левая принимает, правая отдают. Интересно. И поэтому много целителей я наблюдал там и на Алтай-Шаманах. Они часто вот именно в такой форме работают, спрашивают, почему Даг дедушка показал. Они могут даже не знать. Просто это столько лет идет. А мне любопытно, я сам математик, кибернетик, программист, мне интересно, как на уровне кода устроено. Я вот увидел, что по-разному работают руки. Или еще, например, вот прямо сейчас можно просто вытяни палец, пять пальцев в ладонь и проведи вот так вот по каналам. Просто по пальцам даже, без всяких каналов. Пока не надо про канал даже знать. И почувствуй, как руки себя ощущают. Вот так вот, да? Да, вот просто пальцем берешь, только как вытягиваешь меч. И даже не прикасаясь, вот слегка, слегка, чуть-чуть, да, очень легко все. То есть есть жесткий цикл, мягкий, да? Вроде бы такая мелочь, да. И теперь, и вот просто пока не делай там и просто почувствуй руки. Разные ощущают. Разные. И вот более включенная, то есть более живая. Чего я ничего не сделал. А теперь туда, вот. Оп. Ну, вообще, вот интересная тема, кстати, знаешь, про традиционную китайскую даже медицину, да? То есть, казалось бы, очень многие вещи. Сейчас я общаюсь там с многими фармакологами по разным там нашим проектам, там травы и прочее. И сейчас все больше и больше современных научных знаний, которые доказывают, что работает вот эта вся традиционная медицина, которая раньше там шла, танца, да это все вообще. А тут, пожалуйста, вот, научные труды, все там, ландсенто, обликовано там, также там фунготерапия, там еще какие-то моменты, там, то есть, грипп линджа, там, сколько там, с каждым годом все больше и больше открывается, сколько там полезных свойств. И, мне кажется, так же и все вот практики, то есть, да, то есть, они просто раскрываются по-новому, там, тоже там дыхательные упражнения на все это были, про Наямы, там, потом еще это, потом там, Вимхов, там, еще кто-то. То есть, все больше и больше и больше современных знаний, которые, в принципе, используют все вот эти корневые, в корневую информацию просто в адаптивной такой понятной форме, да, которая понятна сейчас. Мне очень нравится на эту тему книжка Фурса «Мир резонансов волн», там, где ученые, современные западные ученые подтверждают идеи Востока. В китайской медицине и в Мастер Цигун, когда человек приходит, например, с проблемой болезни легких или простуда, он так называет болезнь холода, а в Баци связаны, значит, легкие и почки, и он будет скорее лечить почки или на меридиан мочеполовой системы воздействовать. С помощью точек, кстати, видео про точки, через нажатие, активацию, то есть, что это, как происходит? Тоже никакой эзотерики. Нажимаем точечки, вот, допустим, точка Хэгу, называется точка от 100 болезней. О, кстати, да, и в индийской тоже, в Юрведе есть, у меня просто бабушка ездила, когда в Индию, она мне вот сказала, что я вот в Индии показали на вот эту точечку, да, вот эту вот, и типа вот массирую ее каждый день, и будешь... Бабушка у меня крутая, она у меня международник такой известный довольно, ездила там по всему миру. Вот, точка от 100 болезней, и она активирует иммунитет. Есть аналог Хэгу чуть ниже колена, это все вот в видео про точек вы можете узнать. Но что здесь происходит? Происходит стимуляция мозга, и мозг посылает сигнал в весь организм, и вырабатываются соответствующие гормоны, соответствующая нормализация гормонального фона происходит, и исцеление органов. Это происходит естественным способом, это внутренне встроенный компьютер, который есть. И если, допустим, слизь накопилась, то нужно прогреть почки. И очень часто есть тут точка мин-мэнь, и в ротации, почки называют в ротации, и очень много происходит прохлопываний, простукиваний, там, когти тигра, да, очистка. Прямо сейчас можем с нами сделать, да, вот очистка, простукивание. И вы сразу чувствуете, вот хорошо здесь простучать, то легкие открываются, открывается дыхание, становится легче дышать, потому что мозг получает информацию, сигнал в соответствующей области и раскрывает легкие. И очень важно делать движение одновременно с раскрытием легких, то есть, вот, допустим, как из птицы мы делаем. И немножко назад. Верхняя часть легких, если вы сидите часто за компьютером, она закрыта, и получается недодыхание. То есть, ощущение, что мало дыхание, поверхностное. Неполдное дыхание. Особенно, если экология не очень, то вот тогда только поверхностное, но когда вы выезжаете в подобные места, привычка сохраняется. Но поэтому цигун активирует способность глубоко дышать, а глубокое дыхание – это глубокая жизнь. И подъем в гору все три утра. Тот самый цигун. Да-да-да, глубокое дыхание. По поводу встроенных механизмов, очень интересно я пронаблюдала историю, как, например, кто стоял на гвоздях, практиковал. Кстати, Сергей пробовал гвозди? Пробовал. Гвозди, очень вкусные. Шикарные. Так вот, дикость, мне интересная история. Часто, становясь на гвозди, естественно, ощущает человек такой интересный вскулеск гормонов, стресс. И начинает дыхание учащаться, да? Постоянно говорят, можно трогать тело, можно дышать, можно даже голос. Часто замечала, и у меня, собственно, когда я впервые встала на гвозди, открылось горло, то есть начало петь. Ох ты, ничего себе. То есть прямо открылось, как хорошее такое горло, да? В целом, я достаточно стесняюсь там приком-то петь, а тут у меня как бы фу-у-у. Да, и периодически это происходило. Я думаю, откуда, как, почему? И тут, параллельно изучая, как работает организм, я узнала некую информацию о том, что когда активируется у нас вагус, буждающий нерв, он подходит вот через ухо, заходи в стенку горла, диафрагму пищевого и так далее. То есть активируя его либо руками вот таким образом, поглаживая за ушками, либо просто, когда мы гудим, то есть идут вибрации в заднюю стенку, он активируется, посылает сигнал в островковую долю мозга, и тот переключает нервную систему из напряжения в симпатике, в парасимпатику. То есть, когда человек становится на гвозди, и он начинает дико штормить, автоматически, чтобы выровнять свое состояние, прийти в расслабление, вот такая природа у человека, он сам это не знает, он бессознательно открывает горло, начинает петь, гудеть и так далее. И тут как бы, и все, и выравнивает, и стресс проходит. И то же самое в групповых медитациях, когда все сидят и входит в некий транс на медитации, ом, казалось бы, а что, почему? А почему? А вот, да, да, да. А какая разница, да, вот ты говорил про медицину, которая, да, вот там, наши бабушки, дедушки говорят, вот делать так, будет вот так, сюда, по здоровью, все будет вообще супер. А почему, зачем, непонятно. И тут как бы мы сидим в этом ом, хорошо, хорошо, а какая разница, какой там вагус, но когда вот эти знания соединяются с практикой, это, конечно, усиливает желание практиковать и вообще понимание, что происходит с телом. Ну, вообще интересно, знаешь, вот если возвращаться, скажем так, по советскому периоду, да, и вообще даже брать там более ранее, там, европейские все вот эти увлечения востоком, эзотерикой, это вначале было очень эзотерично, да, вот все вот эти вот и практики, и вот в целом, если говорить про все вот практики глобальные, там, йогу, цигун, и все что угодно, было очень много такого, скажем, такого фальшивого одухотворения какого-то. А сейчас мне еще нравится, вот какой-то, например, у тебя, да, Сереги, ты тоже, да, то есть как бы все, с кем общаюсь, там, Андрей Ткаченко, мои друзья, кто вот занимательными практиками, все уходят больше в научную какую-то вот область, где вот вся вот эта вот, скажем так, духовная сформулировка на самом деле имеет абсолютно научные подтверждения. Вот это мне очень, да, мне это очень нравится, то, что это прикладное, вот ты берешь, покажешь, оп, берешь, покажешь, оп, все, ты не можешь сказать, что ты там какая-то там вот, тут собрались какие-то там эзотерики, там, да, и что-то там у них там, да, что-то почувствовало там, да, извините, вот это работает, а если вы хотите, вот, пожалуйста, вот научный труд там такого-то, который там в 20 лет в Китае жил, и, значит, ты профессор, кому-то там английский изучал все это. Да, и это очень, да, объединяет абсолютно разных друг от друга находящихся практикующих, изучающих людей. Соединяет, замеряет. Ну, мне, кстати, интересно то, что сейчас, кстати, как ты вот относишься, и ты тоже интересно, относитесь как к вот такому интеграцию разных вообще практик, то, что в целом вот сейчас, вот мы знаем, есть там классика хатха-йоги, есть там классика цигуна, есть там классика еще каких-то восточных, может быть, там, да, учений, практик и так далее, там, единоборств там. Все-таки мне кажется, что есть, что я замечал лично, вот мастер, который такой вот сильный, который, там, ты 13 лет, да, уже преподаешь, там, кто-то еще, там, больше, дольше. И, как бы, получается, что человек рано или поздно начинает инкорпорировать потихонечку вот эти вот все, весь опыт, который он получил даже не обязательно в своем направлении, в свою практику. Как ты считаешь, это нормально? Это интересно? Это имеет место быть? Персональный цигун через время развивается, и это естественное состояние, когда каждый человек из множества стилей, форм выбирает персонально для него последовательность тех действий, движений, дыханий, практик, которые оптимизируют его состояние. В цигуне есть множество форм и множество стилей, и в Китае они все очень интересно развивались, то есть у них были целые, там, фамильные направления, например, там, дауинь, и вот там целая цепочка их. Есть пакуа, и из них целые ветви. И каждая семья, фамилия, они развивали свой стиль цигун. И как это происходило? На самом деле, если проследить механику и изучать различные ответвления и стили, то можно увидеть, что у них есть некое общее ядро или класс и понимание, что вот здесь мы обнаруживаем сухожильное натяжение и дальше его по-разному развиваем. И в зависимости от того, какую цель ставила то или иное направление, например, развитие кисти или пальцев, или хваткости, или способности выдерживать большую силу, или удерживать большую массу, тренировали тот или иной аспект. И сначала изучали базовую форму, то, о чем мы с тобой говорили до этого, а потом человек просто отпускал себя в этом путешествии и обнаруживал, и дальше энергия уже шла, и он, допустим, наблюдал зверя какого-то. И вот как появился цигун пяти зверей, который мой любимый цигун, птица, тигр, дракон, змея и пантера. Находясь в состоянии, в состоянии активной рабочицы, наблюдал за тигром. И просто отражал его поведение в своем теле. И таким образом, чтобы включить то же самое состояние, когда он наблюдал в активной ци, он переводил это в движение. Так появлялись формы. И вот мастер передавал это уже своим ученикам. Сначала они просто повторяли механику, но потом, через какое-то время, они реально чувствовали состояние энергии тигра. И это производило эмоции. И потом, на самом деле, достаточно уже восстановить эту форму и выйти в это эмоциональное состояние. И вот это к теме переговоров, о которых мы говорили. Каждый зверь, он приносит с собой некий аватар, который можно надевать на себя перед переговорами, перед выходом на сцену, перед выходом в эфир и транслировать некое состояние. Если человек понимает, что ему нужно больше смелости, больше активности, делает тигра. Если больше легкости и парящей формы, он делает птицу. Ага, прекрасно. Да, если у него можно больше соединения с землей и проникнуть в изменения. Почти 5 элементов такие, да, получается? Отчасти такое повторение именно структуры 5 элементов китайской, да? Да, да, да. Здорово. И каждая из них, она активирует то или иное состояние. Это тигр. И вот у нас сегодня, да. О, да, да, да. У меня тигр, которого целует замечательная девушка. А это ваши авторские, кстати, чашечки? Да, кроме вот этой. Сейчас еще, кстати, год тигра и... Вот наказ к этому году делали, так что да. Слушай, вот знаешь, очень интересно, спасибо за рассказ такой. Вот я наблюдал такую штуку, вот ты говоришь очень здорово насчет формирования такой персональной практики. Я наблюдал такой вот, знаешь, негативный аспект этого в чем? Когда преподаватель, который сформировал некую свою практику, начинает, не разобравшись в персональных каких-то настройках своих учеников, им транслировать то, что надо именно его телу, а не их телу. Сталкиваешься с таким? Конечно. Да, естественно, это очень тонкий нюанс. Спасибо за вопрос, потому что тогда я могу развернуть тему чуть глубже. Преподавание персональных стилей, оно возможно только спустя длительное время. То есть у меня есть свои персональные формы, но я их никому не даю. То есть я тренирую то, чем меня обучали мои мастера. И через, возможно, 5 лет, в какой-то момент я почувствую, посоветуюсь со своими мастерами. И когда покажу, возможно, тогда я смогу давать. А может быть и нет. И тогда важно быть достаточно скромным и оставить это с собой. Но передавать, это очень специальный процесс. Большая ответственность. Это колоссальная ответственность. И тем более побуждать на создание своего стиля. Это очень колоссальная ответственность, где не должно быть ни грамма эго. Иначе эта энергия уничтожит. Надо такой, я постиг. Да, я молодец, какой я классный. Вот, как я классный. Вот какая у меня авторская, значит, здесь модификация. Булшит, конечно же. Это, скорее всего, будет из эго. И это не будет иметь тот эффект для большего числа людей. Хотя для персонального человека это может сработать. Поэтому очень ценный вот здесь вот нюанс по поводу создания собственного стиля. То есть сначала важно, как говорил Дали, да? То есть освой художку, освой пейзаж, освой какой-то портрет. Все вот это. И только потом ты можешь подумать о том, чтобы что-то экспериментировать. Ну, он, кстати, какая у него техника у Дали. Техника у него. Все говорят, что он там типа вот, там смотри, какая абстракция. Вы на технику его посмотрите? Первый его рисунок, до вот того, как начался. Это же высочайшее, точнейшее техническое искусство. Поэтому, когда базовые формы достигли такого же уровня техники, как у Дали, тогда уже можно экспериментировать, играть. Тогда уже эта импровизация будет обладать такой же силой, как и исходные формы. Потому что там уже не человек делает. Там уже энергия сама пробуждается. И энергия просто проявляется в этом теле. И на самом деле, чего мы ищем в Цигун? Мы дающим того состояния, той некой прозрачности ума и проводимости тела, чтобы быть способным явить в своем теле вот эту вот энергию, вот этот поток, это состояние. И если слова энергия, поток звучат еще не очень понятно, то я скажу, некое особое состояние нервной системы. Когда мозг по-другому рассылает сигналы, и мы делаем это не на мышцах, а, например, на сухожильном усилии. Вот, например, поднимите сейчас ручки, да? И я вам, естественно, скажу, посидеть так минуту. Но, скорее всего, вы это сделали. А если 45 минут? А полтора часа? Вот за 10 дней мы на ретритах обучаем, как делать эту форму в течение 45 минут. И еще и блаженствуя, и еще и ощущая все это. Это особый процесс. Да, или форма там, большое дерево. Тоже поначалу руки могут отваливаться, но если суметь расслабить и суметь особым образом продышать это, то меняется вообще ландшафт восприятия собственного тела. И это совсем по-другому. Люди говорят, я как бы парю в воздухе, а если мне нечего держать, то нечего и тяжести быть. А если это ветви, а дерево, оно стоит так десятками лет, а корни в земле. И вот эта работа с визуализацией, она просто меняет способ работы с сигналами. И что происходит? Поменяли мы способ обработки входящих сигналов, восприятие собственного тела, поменяли жизнь. Потому что всю входящую информацию мы уже трактуем иначе. То тогда уже становятся понятными, вполне прикладными свойствами. Мир – это возможности, любое изменение ситуации – это изменение энергии. И нет залипания на старый контекст. Есть способность быстро переключиться. Что, на мой взгляд, сегодня особенно актуально. Сейчас все вообще переключаются. Слушай, вот, Лен, у меня к тебе тоже вопрос. Ты же таки как фитнес-тренер, больше персональной, наверное, работы идет. Мне вот сегодня этот вопрос, персонализация очень интересен. Именно вот то, что как раз задал Сергею, вот ты как это видишь? Вот ты когда с кем-то занимаешься? Я только-только про этот вопрос как раз-таки думала. И я думаю, что нынешним мастерам важно не лишать опыта и своего какого-то личного ощущения тех, кого они обучают. И фундамент, и база есть вообще, мне кажется, в любом направлении. Это в танцах, это в живописи, это во всем. То есть есть некая база. И дальше, имея понимание некоторых закономерностей, которые в любом случае работают, кто знает о них, кто, наверное, не знает, дальше возникает такое более качественное и широкое понимание реализации своего личного стиля. Но если человек исходно получает чей-то стиль, чье-то видение, то от этого сложно как-то развить свою личную историю, личный стиль. Поэтому часто меня на тренировках спрашивают, как, например, руку на данное упражнение в тренажере. Потому что есть куча вариантов, как это делают. Вот эти тренировки, вот эти, вот эти. Я объясняю, что биомеханика у всех людей одна. То есть есть различные способы нагрузки мышц, но не более. То есть остальные, грубо говоря, ремиксы, это, как сказал Сергей, из Эго. В одном случае выделиться, как-то отделиться и показать, что я... Типа, вот у меня тут что-то свое. Да, в некотором смысле уникальный. Но, наверное, это не то, что нужно в первую очередь транслировать. Но каждый уникальный из нас, так или иначе, потому что даже просто вот эмоциональный интеллект, как мы коммуницируем, мне вот нравится этот человек, мне хочется у него заниматься. И часто это не обязательно обусловлено тем, что у него там самая лучшая практика. Просто он такой классный, и он так приятно это доносит, что тебе это дает результат. А тут может быть уникальный мастер, супер талантливый, но он, блин, такой мерзкий по характеру, что или там просто он тебе не совпадает, да, и ты не можешь у него заниматься, и все. Он напоминает учитель по математике, который будет представлен. Да, да, да. Придешь сказать, он был замечательный, но просто вот вас не бессложимость называется, да, вот есть же такое, да, вообще? Это то, чем как раз я сказал... Зловная личность. Да? То есть это то, чем я как раз сказал, найди того мастера, который тебе откликается, потому что это соединение, оно важнее, чем даже сама практика. Потому что будучи соединенным именно на уровне, как ты правильно сказал, эмоционального интеллекта, телесного вот этого включения, опыт будет стяжать гораздо быстрее и больше. Потому что через ум, через эти речевые объяснения только 7% происходит. Человек может просто посмотреть и оттранслировать себя, и все понятно. И дальше, что бы он уже не сказал, будет в кассу, в тему. Круто. Это самая прямая передача, собственно. Это когда мы говорим про ощущения, энергия, потоки, прости господи. И да, и все эти истории... Чувствуешь... Как мне опыт, можно через буквы, собранные в слова, это понять. Вот так я общаюсь. Я что-то чувствую, да? А как мне вот здесь? А вот поближе, подальше сесть. А вот как мне вот... И вот прямая передача, это то, без чего сложно. Ну, как бы можно, да, через книжки, через видеоуроки. Но если есть возможность соединиться в одном пространстве и почувствовать, каково, а как, то это необходимо делать. Ну, я могу простить себя сказать, я тоже вот, не сказать, что там какой-то мегапрактик, но я вот йогу много-много лет практикую, так нестабильно. И пару раз ездил именно на ретриты йоговские как раз на хорошие семинары. И на одном из семинаров вот тоже в Грузии ребята проводили. У них даже есть где-то на канале, по-моему, интервью как раз. И вот я только там реально вот смог там стать какие-то сложные асаны, которые до этого много лет у меня не получалось. То есть именно ты погружаешься. Это погружение, оно, мне кажется, очень важно. Во-первых, ты видишь результат там других людей, ты общаешься, ты можешь задать вопрос мастеру там 20 раз кем подойти там в какой-то неформальной обстановке, да, там вместе вы кушаете, там что-то и гуляете, еще что-то. То есть этот момент, он, конечно, важный, мне кажется, погружающий. И если есть действительно задачи и хочется что-то вот разобраться, да, в теме, на этом цигуне, в чайе, там в чем-то угодно, ты должен в это погрузиться. Сейчас нельзя вот так вот, ты можешь, да, посмотреть тысячу видео, там миллиард книжек, но все равно, но это да, это то же самое, как-то секс по телефону. Да, прогресс, он происходит быстрее, но прямая передача вкуснее, да. У меня очень, на тему прямой передачи мне нравится эта древняя тибетская байка. Собирается храм. Храм, монахи, и собираются молодые монахи. Собираются монахи постарше. События раз в год происходят. Собираются старые монахи. И они камлают день. Потом приходят самые старые монахи, все старейшины. И они камлают еще два дня. Камлают, говорю. Камлают монахи. Камлают монахи, собственно. Мне очень нравится. Панган я обожаю. Вот он всем своим существом помогает проживать тот опыт, который важно прожить. Проживи тот опыт. Проживи тот опыт. Секерпак Панган, это супер вообще. Да, да, да. Камлают, и при этом камлают не просто так, а извинения Будды, и вообще это камлание на пробуждение, на создание, на вот момент проживания, просветление. Значит, выходит некой сухонькой старикашка, совсем еле под ручку ведут, его трясется уже, как бы, ну, без двочиха мертв. Все кланяются, поклоняются ему, о великий, пресвятейший и припросветленнейший, преисполнившийся. Какое грандиозное счастье, что мы можем лицезреть тебя воочию и наблюдать все твое величие. И вот так сутки. Значит, после этого они, как мы великолепны и прекрасны, что мы смогли создать вообще все это, и как мы близки уже к тому, чтобы преисполниться. И еще сутки. И, значит, на исход третьих суток вот этой вот всей камлающей оргии в какой-то момент он разлипает, дедушка, глаза, глубоко смотрит в пронзительную, звенящую тишину, собирает все внимание, в какой-то момент даже стены оживают. И сейчас, все знают, сейчас польется речь. И сейчас будет истина являться. И вот этим звенящим пространстве. Кря! Он поднимает палец и все постигают просветление. Потрясающе. И все расходятся. Мне кажется, здесь возмунились. Спасибо. Ну что? Мы не замерли просто. Отлично, да. Отлично. Это как же школа арабовского искусства создать правильную тишину, да? И вот теперь я оставляю вас с паузой. И благодарю, Сергей, за это пространство, которое... Спасибо, Серега. Эльян, спасибо. Очень приятно. Вообще, замечательно. Ребята, я там внизу оставлю ссылочки на ребят, на их соцсети. Следите за новостями. Может, мы с вами что-нибудь вместе придумаем как-нибудь. Еще как. Задавайте вопросы, потому что есть много тем, на которые нам с Сергеем очень приятно общаться. Да, я думаю, мы с обязательно с ним будем. И мы будем собирать и живые мероприятия, и оффлайн, и онлайн, и на английском языке тоже он, кстати, развивает сейчас английский канал. Поэтому всем своим иностранным друзьям тоже порекомендуйте. Там много будет вкусного. А про тибетское кря это прям серьезно. А там было кря? Кря! Вот прям... А, ну вот это вот тибетское кря. Кря, да, тибетское кря. То есть создать... Суть в чем получается? Создать пространство, нагнетать, как, знаешь, как солевой раствор, в который достаточно просто опустить нить, и она сама выкристаллизуется уже. То есть суть не какой-то истинной. Трое суток ты столько... Вот на кого-то гнетает, нагнетает энергия, и там уже неважно, кто вышел. Он может вообще быть левым чуваком. То есть он просто некий объект. Созданное намерение, созданное всеми, концентрированное, оно заряжает и помещенный туда некий вот этот эгрегориальный фокус, он начинает работать. Поэтому в коллективе это очень полезная вещь. Продумайте, прослушайте ее еще раз с прямой спиной и глубоким дыханием. И вы увидите, как создавать компанию, как создавать атмосферу людей, которые будут вот таким образом вдохновляться и пробуждаться. пробуждение, благостной ци. До скорых встреч. Всем чай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok